Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. Я не люблю растения, но она их привозит к нам домой. То один цветок, то другой. Сабимы через день, не спрашивая. Я ей намекнула на днях волна, мне нужны цветы. И когда заберёшь, она обиделась, но они же в вас дома укоренились, тебя прижили. Что происходит? Зачем она это делает? Ну, что ж, давайте разберёмся с вашим вопросом. Во-первых, во-первых, значит, как это не... Как бы, точнее, как бы, как бы, как бы это не парадоксально звучало, но... Ваша мама делает это для того, чтобы вы... Чтобы она вас обидела, она это делает именно для этого. Чтобы обидеться на вас. А через обиду она позволяет... Себе... Чувствовать... Некоторые... Некоторые... Так скажем... Другие эмоции... А вот... Которые не позволило бы себе... Чувствовать... А... Эммм... Если бы... На вас не обиделся... Вот... То есть, эм... К сожалению... К сожалению... Работает это именно так. Таким образом. Да, я знаю, что это странно. Я знаю, что не совсем это хорошо. Мягко говоря, но очевидно, что по-другому ваша мама не умеет. Дальше. Привод цветов. Ну вот конкретно цветы, да, конкретно цветы, она вам приводит, потому что в первую очередь это нужнее ей. То есть ей нужно, ей нужно провести вам цветы. Для чего-то. Ну, зачем-то. Вот она вам их приводит. Ну, по-другому не умеет, может быть, выражать и проявлять свою любовь, да, свои чувства. На самом деле, речь здесь во многом больше про то, что человек не чувствует себя как бы довольным жизнью. Да, то есть, вот, ну, не ощущает себя. Довольная она. Вот так. Ну, к сожалению, не чувствует себя довольной жизнью. Вот. И как бы это очень сильно ее вот как-то так, ну, деморализует, да, демотивирует, если угодно. Вот, собственно, она вот пытается, вероятно, о себе таким образом как-то вот напомнить, она пытается о себе заявить. Ну, другой вопрос, конечно, что способ, способ она для этого выбирает далеко не самый лучший. Ну, вот, это правда, конечно, но тем не менее. Ну, обиды ее в этом плане вообще смотрятся вполне естественно. То есть, это такая, знаете, вот, детская, по сути, детская черта поведения, по большому счету. Вот. Ну, тут в этом смысле, значит, нужно сказать обязательно, что вот у вас отсутствует с мамой, к сожалению, контакт. То есть, вы вот, ну, друг друга, в этом плане, ну, не слышите. Вот. К сожалению. То есть, она не слышит вас, вы вот, вы в этом смысле вот не слышите ее. То есть, чего она хочет в данном случае, ну, получается, да, что вы не слышите ее, что ей нужно. Вот. А она, соответственно, не слышит вас, что нужно вам. Ну, смотрите, обратите внимание на то, что и вы сами получается так же чувствуете вину. То есть, ну, вот вам, вы как-то реагируете на то, что она обижается на Valve. То есть, вы тоже вот, ну, как-то реагируете. Поэтому необходимо в данном случае понимать, что ее обида это способ вызвать уже чувство вины у вас. Вот. Чтобы, значит, на чувствуете вины. А, ну, в общем, да. А, значит, как-то вот, ну, сыграть. То есть, чтобы вы из чувства вины для нее что-то сделали. Ну, например, там, допустим, были для нее более удобные, да, как-то вот. чтобы, может быть, вот внимание там больше ну, уделяли ей и так далее. то есть, это вот история такая, достаточно распространенная. Вот. Вам желательно понимать, что в тот момент когда вы чувствуете что виноваты в тот момент, когда вы чувствуете вину. а ваши личные границы в этот момент нарушаются. Ваши личные границы в этот момент оказываются нарушены. и то самое вот чувство вины которое у вас есть, да, то самое чувство вины которое вы чувствуете это результат подавленной злости. То есть, ну, веселый злитель. что вполне естественно, вполне нормально. Вот. Ну, злость себе как-то вот запрещается. Значит, ну, запрещается себе злость проявлять. И в результате чувствуете вину. Ну, потому что по-другому, опять же, никак не не ни ни с этим не обратиться. Вот. Вам необходимо в вашем чувстве вины опыскать, найти, увидеть. Это самая злость. Вот. без этого вам будет очень тяжело. И дать ей, ну, скажем так, разумный выход. Вот. именно разумный выход. Не вот такой выход, да, скажем, деструкти... деструктивный. Речь идёт именно о разумном выходе. То есть, научиться конструктивному выражению ваших ну, ваших мыслей, чувств, эмоций, переживаний, желаний. Как я думаю, вся эта ситуация, в целом, она ну, она произошла. Не впервые, да, то есть, не впервые мама она вот, так, игнорирует, скажем, а, ну, то, что вы, например, хотели бы, да, и так далее. То есть, есть, есть такое ощущение, вот, что, ну, условно, ваша обида, да, на нее, это, ну, не, не впервые. То есть, есть такое ощущение, что, вот, как-то, вот, не впервые вы, эм, переживаете. эм, ну, вот, такой, такой, опыт, эм, с мамой, своей, вот, понимаете, да? И, естественно, естественно, эм, что-то, скорее всего, тянется из детства, вот, из, эпизодов, детской жизни, вот, и вашей, эм, 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 эмоциями, эм, по, эм, по отношению к маме, к маме, вот. То есть, это, ну, это не то, что, удастся, эм, скрыть, да, это, не то, что, получится, вот, эм, как-то, ну, проигнорировать, да, это не это, не то, что, даст вам, эм, эм, возможность, эм, чувствовать себя, эм, чувствовать себя, эм, вот. Поэтому, эм, я бы, я бы рекомендовал, значит, для начала, я бы рекомендовал, эм, вам, эм, разобраться, эм, о себе, да, вот, о, ну, ваших, о, собственных эмоциях, собственных, о, переживаниях, а, вот, чтобы, по возможности, понимать, вообще, эм, что происходит, эм, ну, и, именно, именно, вот, эм, именно, вот, с вами, эм, А, вообще, уже, адекватно, об этом, заявлять, своей маме, и, в общем-то, да, быть, эм, в какой-то степени, действительно, готовой, конечно, обижаться, на вас, а, потому что, ну, вот, по-другому, обращаться, со, своими, эм, эмоциями, со своими чувствами, она не умеет, вот, к, ну, вот, к сожалению, ну, не умеет просто, человек, как-то делать, вот, а, в данном, случае, вряд ли, вряд ли, можно, а, ну, на это, как-то повлиять, то есть, вряд ли вы, сможете, повлиять на свое, ну, то есть, тут, тут, ну, история о том, что, э, давление, давление, оно, на нам будет, будет вызывать, э, ну, ответную такую реакцию, вот, протест, э, злость, и так далее, я, опять же, не думаю, что вы хотите этого. Э, вот, значит, что можно сделать еще? э, еще, можно, э, вспомнить, о том, например, э, что вы, э, ну, чувствуете, команды, свои, ну, вот, естественно, чувствуете ли вы, например, к ней любовь, да, вот, чувствуете ли вы к ней, к ней, э, тепло, чувствуете ли вы к ней, э, заботу, и так далее. Если да, э, как вы это, ну, выражаете, да, ей, как вы это, э, показываете ей, и, и, так далее. Вот. Потому что, ну, опять же, если вы, э, не делаете этого, да, если вы, вот, никак, э, 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 этого, не демонстрируете, э, то, э, э, само собой она будет, э, э, как, как-то, вот, э, чувствовать себя, э, э, брошенной, потерянной, и ненужной. Вот. Поэтому, речь идёт не о цветах, да, и не о том, чтобы, ну, как-то, донести до неё, что цветы вам не нужны, она это знает, сама. А я думаю, что речь идёт о том, чтобы, ей было не до того, э, чтобы привозить вам цветы. то есть, я думаю, что вот об этом, это дано будет вся речь. Вот. Чтобы у неё, ну, были, э, другие заботы и другие задачи. Вот. А, а не, значит, э, ну, не, э, чтобы её, как-то вот, ну, не беспокоила, не беспокоила эта история, да, что вот, э, нужно, э, э, ну, дочери, да, провести, э, э, провести, э, э, цветы, э, цветы, вот. Понимаете, да, какая штука? То есть, э, идея заключается, ну, ну, на мой взгляд, по крайней мере, а идея заключается именно в этом. Вот. то есть, на мой взгляд, именно в этом, э, как бы, ну, ваша, именно в этом ваша основная задача, на мой взгляд, чтобы переключить, э, внимание, э, вашей мамы, э, на что-то другое. э, И, таким образом, немножечко, э, э, отношения ваше, э, 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 не будет. Так сильно вас беспокоит. Ещё вы пишете о том, что мама приезжает к вам. Ну вот, чуть ли не каждый день получается. Да, то есть как бы исходя из того, что я увидел. А это тоже, на мой взгляд, немного странно. То есть, почему она каждый день к вам приезжает, то есть, ну или через день. Вот. То есть это, ну, отсылает нас к вопросу о её занятости. Это отсылает нас к вопросу о том, насколько человек, ну, скажем так, реализовано. Вот. И, соответственно, если, ну, если вот там есть какие-то проблемы, вот, то есть, если есть какие-то вот сложности, да, в том, что вот, ну, чтобы, ну, реализоваться, допустим. Вот. То ей в этом помочь. Опять. Вот. Эм. Такая история. Эм. Ну и последнее, на что хотел бы. И обратить ваше внимание, это как конкретно вас задевает то, что мама привозит фото. То есть, грубо говоря, что это для вас? Это для вас, это для вас, может быть, некоторая борьба. Эм. Это для вас, эм. Вот. Ну. Ну, может быть, эм. Что-то, что-то ещё. То есть, вот, эм. Постарайтесь этот момент, эм. По возможности, по возможности. Выразить по возможности. Постарайтесь этот момент определить для себя. Вот. Вот. Ну, вам от этого будет, эм. В принципе, эм. Только лучше. Вот. То есть, там будет, эм. Только лучше, если вы, вот, для себя с этим определитесь. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Спасибо. Продолжение следует...